всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса и сегодня новая рубрика это интервью с людьми которые очень близки к психотерапии близки к науке и первое интервью первый дебют этой рубрики естественно с председателем ассоциации когнитивно-поединческой психотерапии врачом психиатром психотерапевтом автором с какого количества книг 11 11 книг и большого количества научных публикаций очень известного человека в мире российской психотерапии да и вам зрителям нашего канала тоже потому что мы с дмитрием ты чем часто проводим и вебинары и совместные мероприятия это дмитриевич ковпак председатель ассоциации когнитивной терапии дмитрий икторич здравствуйте я решил поймать дмитрий икторичев после семинара и задать ему ваши наболевшие вопросы именно вопросы клиентов именно вот те вопросы которые беспокоят зрителей с всд с паникой с неврозами вопросы дмитрий будут очень банальные и в то же время важные первый вопрос которому беспокоит наших зрителей которые уже поняли которые уже занимаются с коллегами в ассоциации с вашими коллегами из вашей к вашей клинике санкт-петербурге по skype и очно у них такой наболевший вопрос поскольку вы знакомые приближенные до к верхушке нашей скажем так медицинской наших наших врачей да это как же так случилось что 2016 год и до сих пор стоит диагноз всд до сих пор современные медики не всегда стандартизированы оказывают консультацию даже на выезде скорой помощи или вот как так получилось что психологи педагоги и психиатры огромная разница нету стандартов понимания что такое неврозы и до сих пор диагноз вегетососудистой листонии присутствует это проблема в целом современного образования российского образования наболевшая проблема и много говорится об этом и много даже шуток таких вокруг этого образования не будем их сейчас воспроизводить но мы с ними хорошо знакомы они отражают ситуацию но если все-таки одну из них упомянуть классическую из 12 стульев что спасение утопающих дело рук самих утопающих и задача осознать скорее специалистам что не все будет доводиться до них сверху и все будет даваться даже в преподавании в вузах в медицинских институтах университетах на лекциях на семинарах что образование сегодня видится как инициатива самого человека который стремится к этому образованию и есть такая тенденция делать это образование непрерывным что вуз это лишь некие основные блоки а дальше они не просто шлифуются но и многократно развиваются может быть даже трансформируются потому что могут быть серьезные преобразование в науке и в практике и вот здесь привычка еще может быть советская постсоветская что вот как выдали такой инструментарий так до пенсии пользуешься привела к выхолощиванию может быть пост дипломного образования когда она воспринималась немного формально отправили на цикл раз пять лет там что-то прослушал насколько внимательно насколько добросовестно это уже определяла вот такое качество работы на местах не все врачи не все психологи включались в это я сам много лет преподаю на кафедрах пост дипломного образования свое время учился и в аспирантуре преподавал на кафедре психотерапии сейчас на кафедре медицинской психологии и мне все стороны процесса эти хорошо знакомы и видны и я как в том числе участник этого процесса вот с неким сожалению иногда даже более наблюдаю за тем что мне все зависит от нас позиция государства может быть меняется но не настолько быстро как нам хочется и главная инерция в мышлении самих врачей или других смежных специалистов и заставляет сохранять шаблоны диагноз в с д не существовал вообще в природе не в старых советских классификациях не тем более в международных но настолько он не истребим что до сих пор в поликлиниках консультационных центрах иногда даже стационарах мы видим вот такое синдромальное изложение проблематики за которой чаще всего прячется тревожное расстройство или в некоторых случаях тревожно-депрессивное расстройство вот в этом проблема что многие специалисты затачиваются на свою какую-то узкую патологию и каждый видит в клиенте в пациенте больном человеке свою болезнь свою патологию свою заточенность вот такой шаблон восприятия приводит к тому что человек описывает только то что он привык видеть и узнает уже в этом проецируя на человека свои шаблоны спасибо а вот что же стоит людям которые сидят в интернете на форумах верят в то что ромашка 84 2 0 сказал что выезды не лечатся и таблетки не помогают вот что же стоит действительно в истинной проблематике за вот этим синдромом комплексом вегетативным дисфункция вегетосоответственно дисфункция астаническое состояние по-разному можно называть что за этим стоит именно вот по факту в терапии в клинике по факту есть набор симптомов которые мы можем просто суммировать это будет такой фельдшерский подход мы просто опишем ситуацию как она внешне выглядит и можем как фельдшер назначить такое лекарство вижу там повышенной температуры даю аспирин но полезнее разобраться с так называемым эти у патогенезом этиология патогенез это то как развивалось состояние то есть например при пневмонии мы можем дать аспирин и это собьет температуру но не убьет инфекцию и поэтому она будет прогрессировать это будет временная победа поэтому мы можем пытаться убрать вегетатику которая сама по себе не болеет а люди считают что с ней какая-то беда стряслась а просто работает более интенсивно и какие же расстройства все-таки вот стоят за именно по классификации чтобы люди просто гуглили теперь у нас не в с д да хотя бы что-то более-менее научную наиболее часто за ними за таким вегетативными проявлениями стоят тревожные расстройства и так называемая самотоформная диску функция то что обычно принято называть психосоматикой когда эмоциональный компонент реализуется в теле и тело выдает вот такие дисфункции то есть это не поломка не патология не болезнь в классическом смысле слова а это изменение функционирования это вынужденное приспособление как реакция на стресс которая на самом деле должна была помогать но эволюционно она выработалась давно в диком лесу когда нас хотели там наших предков съесть какие-то дикие звери там было адекватно напрягать мышцы чтобы убегать или драться и все с этим менять кровоток сужать одни сосуды расширять другие но теперь универсальный характер носящие вот эти реакции они не очень адекватные нашим виртуальным угрозам нашим стрессом и тревогам о будущем или о каких-то отношениях а работает организм также согласны ли вы с тем что в принципе по но зоологии рубрика в 4 мкб-10 с агорафобии до де реализации могут так или иначе сопровождаться вегетососудистыми проявлениями и по большому счету за жалобой на вегетососудистую дисфункцию может крыться от социофобии до личностных уже расстройств такие как для расстройства адаптации и депрессия в том числе и депрессивные расстройства то есть рубрика f4 она очень показательно и наверное является самым таким часто встречающимся механизмом порождаемым вот этими расстройствами которые внешне на поверхности в теле выглядят как вегетативные нарушения я напомню нашим зрителям это агорафобия социальные страхи генерализованная тревожная смешанная тревожная депрессивная паническая синдром де реализации депрессионализации при плюс-минус да все это около того то есть вот ребят вот это все это то это те действительные проблемы с которыми работаешь в кабинете с клиентами которые изначально считали что у них в sd они никогда не подразумевали что это вообще-то невроз имеющий свою идеологию свое развитие свои специфические структуры как и симптоматические так и поведенческие и уж не говорю о мышлении вот б как раз вы выявлял что разному неврозу свойственно какое-то собственное особое такое искажение окей спасибо следующий вопрос как же долго в нашей стране будут ставить в sd в поликлиниках и что и второй сразу здесь момент простите вот вы часто бываете в соединенных штатах у самого арона бека которому 95 лет недавно из нас на июля исполнилось поздравляем один из немногих российских психотерапевтов которые ужинал жал руку арону беку в хороших отношениях с основателем когнитивно-поминической терапии вот мои клиенты я не был соединенных штатах но мои клиенты говорят примерно следующее в какой бы ты штат не приехал если тебя паник атак до или паническое расстройство у тебя врачи скорой помощи и любой штат примерно буду делать все одно и то же одно и то же называю начиная с вызова заканчивая поликлиникой в российской федерации саратов самар городок там и так далее каждая бригада будет действовать по-своему вот согласно ли вас эта проблема не стандартизации и вот здесь огромное количество проблем что у нас такой разброд и шатание каждый сам себе голова каждый сам себе придумывает инструкции или они какой-то локальный характер носит ну или немного расширяются до уровня там структуры больницы конкретной поликлиники но соединенные штаты и в европе отличаются от нас тем что там давно столкнулись с этой проблемой поняли ее неэффективность и механизмы которые могут помочь преодолеть стандартизация позволила там включиться и бизнесу в медицину потому что бизнесу стало понятно насколько это вменяемый вариант или это там не знаю ушки там летучих мышей какие-то там смеси этого то что когнитивная терапия входит страховку да и можно опцию такой выбрать что мы можем получить доступ к деньгам страховых компаний и тогда пациенты там платят небольшую часть основную часть платят страховая компания и это делает психотерапию доступной иначе она стала бы элитарный такой потому что это дорогое мероприятие длительное и вот преодоление этой элитарности позволило во первых привлечь гораздо больше людей и во вторых параллельно стала распределять на эффективные неэффективные методы научно обоснованные и научно обоснованные и в целом медицина пошла по такому пути который стал называться evidence-based medicine то есть система доказательной медицины базирующийся научно обоснованный где есть свои исследования не просто на глазок там не просто решили вот так и в связи с этим появились протоколы появились алгоритмы появились стандарты и кажется что хорошо быть свободным художником но это хорошо когда вы уже четко знаете вот такую структуру и вы можете ее как бы дополнять какими-то еще вот такими импровизациями и это помогло улучшить и эффективность терапии и скорость терапии увеличить и на этом теперь базируется подход медицинский поэтому алгоритм он с одной стороны помогает специалисту с другой стороны делает безопасно его работу что он не решится на грубые ошибки что стандарты их отсекают конечно есть издержки у стандартизации что вот может быть этот оригинальный ход дал бы там в одном случае ста какой-то супер эффект но стандарты его не предполагает но зато в среднем это дает более качестве нет вот этой путаницы что один фельдшер говорит одно в другой город горит 3 абсолютно согласен и еще здесь такой момент когда же все-таки по вашим внутренним ощущениям мы перейдем к тому что хотя бы врачи начнут говорить что это невротическое расстройство они в сд попить и мочу настояны на юго-востоке некоторые врачи и неврологи психиатры терапевты с которыми мы общаемся и они проходят том числе обучение в разных структурах постдипломного образования в москве в санкт-петербурге они уже перешли на новый язык описания чаще всего это молодые прогрессивные но и люди возрасте те которые мыслят достаточно прагматично и понимают что так удобнее так понятнее так полезнее для их практики поэтому часть врачей уже переключилась и видят вегетатики просто верхушку айсберга и некое проявление и только объясняют пациентам это вопрос времени до смены поколений да вот например в москве проходил конгресс прошлую осенью менедж пейн управлять болью и там неврологи говорили о том что хронические головные боли напряжения в 70 процентах случаев это психоэмоциональная про конверсионную что это отражение в теле тревоги отражение в теле каких-то эмоций уже там насколько это там конверсионная это в конверсионную историю лечить сам факт что эмоции теперь рассматриваются даже неврологами это российские неврологи это и зарубежные российские ведущие неврологи и вот вейновские чтения в начале уже этого 2016 года где такие ведущие и московские неврологи и российские выступали они тоже стоят вот на таких позициях что конечно и психотерапии необходимы и что за этим прячется более глубокая вещь просто здесь необходимо тогда алгоритмизация вот такое распределение функции потому что у нас часто как земский врач он пытался лечить все врач пытается из себя взять самые разные функции там где может быть он еще не проходил достаточного образования не имеет такой базы поэтому с точки зрения невролога в изд неизлечима потому что у него не эмоции будут всегда до инструментов лечить невроз невролога нет поэтому для него эта проблема в общем очень трудоемкая а часто безнадежная поэтому это может транслироваться вольно-невольно пациентам неврологов которые видят это как нерешаемую задачу да просто он говоря это свое свое понимание тревожный пациент понимает что это не лечится априори то есть обобщение и катастрофизация зашкаливает следующий момент согласны ли вы что как когнитивно-погнитивная терапия современной науки может рассматриваться как золотой стандарт при лечении тревожно фабических обсессивно-компульсивных расстройств с этим согласен не только я с этим согласны эксперты воз они регулярно ежегодно обновляют свои рекомендации на протяжении последних двух десятилетий они как раз рассматривают кпт как золотой стандарт в терапии в первую четверо фабических расстройств и депрессивных расстройств что до 90 процентов эффективность ну например в социофобии доходит в аэрофобии при выдерживании правильной стандартизации работы именно в теме то если есть знание это потому что не просто вывеска вот я занимаюсь на это если есть профильное образование знания и некое признание сообществом потому что человек тогда проходит реально не просто обучение но и практическую работу которая подтверждается другими специалистами потому что когда у нас была практика в 90-х что каждый там у себя под одеялом в кабинете что-то делает такое шаманит там в плохом смысле слова и никто не знает что это такое не требовалось никакого подтверждения чем-то там занимаешься насколько это научная обосновка и вообще является ли это психотерапия потому что можно было там использовать карты таро или обращение к звездам спасибо карла густу юнгу до прошлой жизни то есть понятно что за этим может даже стоять какая-то ссылка на психотерапию но это настолько далеко уже даже от юнга уходит человек уже свои какие-то интерпретации свои методы свои названия ну как гештальт ничего плохого не хотела у нас каждый каждый второй любит изобретать собственный метод до что свой гештальт знаете вот такой русский огненный там еще какой-то северный то есть перс был в гробу первым задорой бы в гробу перевернулся юнг там как пропеллер бы давайте подытожим тему в sd и панической атаки сейчас быстренько ребят надеюсь все понимаешь что теперь от вегетососудистой дистанции ничего с вами не произойдет за этим стоят невротические расстройства и последний момент по поводу панической атаки и есть люди которых это интересует вот они вот мучают мы в контакте мы ватсап со словом одним я умру от панической атаки почему-то никто не предполагает что он умрет от радости вот это никого не беспокоит никто не собирается сократить не видит корреляции и говорят что радость пусть будет а вот паника это ужасно это же убивает не было ни одного случая зафиксированного смерти от паники медицина этого не знает люди всегда умирает от физической причины поэтому тут важно избавиться от собственных иллюзий и фантазий то есть представим себе батареи она конечно треснет если мы будем нагнетать туда давление сверх естественное там каким-нибудь насосом внешними приза внешними сильными причин то есть если вы попали там в центрифугу или улетели с каким пилотом испытателем и там перевозка в 9g то вот эти внешние причины знаете какой рационального ответа клиентов а если мы надпочечники сойдут с ума и начнут выбрасывать столько адреналина что меня прям из ушей потечет интересная идея что у надпочечников есть отдельный ум и они могут с него еще сойти но тут ошибка логическая в том что организм это такой архитектурный проект который был изначально в геноме рассчитан целостно то есть под то давление которые могут выдать пиковые эмоции трубы сосуды были рассчитаны и только если они там прогнили например только тогда естественное давление приводит к их там разрыв это к вопросу возрастной инволюции это просто там сосудистых заболеваний инфекционных поражений этих сосудов то есть если у вас есть конкретный диагноз то в следующие десятилетия возможно появится риск сейчас этого риска не как фактор можно рассматривать если это наследственная тягощенность или уже имеющаяся патология панику можно в крайнем случае в крайнем рассмотреть как фактор риска если вам там за 50 и у вас там в анамнезе есть там какие-то и сосудистые проблемы я вот честно семинаре приводил пример я спрашиваю слушателей какое самое опасное место в квартире например и фигуре ну там ванны может поскользнуться все себе сразу фобические картинками за раз основанием черепа хрустнул там позвоночника или там вынесла пол мозга это вот такие фобические картинки представляют пациенты но реально самое опасное место по статистике этот туалет если человек начал тужиться у него может случиться если у него разрушены сосуды инсульт поэтому точка физиологии да поэтому если сосуды уже такие плохие что для них эмоция это последний удар то это как муха села поймете человек висит на ветке она трещит на него села муха человек упал и муха здесь ни при чем поэтому человек чихнул или пухнул это неважно политическая атака или все эти вещи если уже там все так плохо это его добьется сама по себе она не может вывод такое ребят что если у вас есть серьезная патология и где при поднятии эмоции может произойти какая-то проблема ты это неважно паника это или подарок на день рождения когда поднимается эмоции в дмитрий что от радости что от страха это физиологически одни и те же процессы соответственно если вы прошли дифференциальную диагностику вы все прошли вас там стопки документов подтверждающие не один раз 15 15 колоноскопия говорит что с форсинками вашими в кишечнике все хорошо то и кардиологии в том числе это волнуетесь вы или радуетесь ничего с вами не случится причем парадоксально чувство гнева у людей не вызывает никакой озабоченности люди могут краснеть как помидоры на гневе напрягаться и это даже сильнее чем страх вот измеряли физиологически но никто не парится по поводу своего гнева а вам не кажется что здесь есть момент такой тонкий именно с адреналином может быть этот нейромедиатор все-таки как-то влияет на уровне генома на чувство вот верования вот именно генетический страх смерти возникает может тут именно вот какой-то связанными с этим момент как-то это закрепилось геном потому что обычно вот такие порции они на фоне какой-то смертельной опасности поэтому если я так себя чувствую то значит точно где-то тут засада и надо валить валить некуда в случае вот современном там-то хоть из леса куда-то часанул а здесь через дома убегать или сработать если про дрена про адреналин я хотел на семинаре задать вопрос на человек то не довелось а не было научных работ у нас в россии где пытались экспозиции методом экспозиции или вот именно такой системной десенсибилизации вводить и адреналин чтобы организм потихонечку адаптировался ведь для многих паникеров и тревожных невротиков именно выброс адреналина это фактически но не то что первый раз жизни это вообще такое знакомство с физиологии которого они не имеют и если бы они имели опыт как действует адреналин реально на физическое тело может быть и не гораздо быстрее бы справлялись это проблем такие буквально поведенческие эксперименты они входят в ряд даже стандартов работы с тревожнофобическими пациентами то есть иногда просят специально вызвать паническую атаку чтобы прочувствовать как этот адреналин работа но не вызовется так можно гипервентиляцию которая будет внешне напоминать то есть можно часто именно вот искусственно не вводили введение были эксперименты с лактатом на введение лактата при определенной инструкции вызывались панические атаки и лактат он приводит потому что тепло такое разливалось по телу этом молочная кислота который так образуется в результате физической активности и считали что наверное она ответственно потому что у многих после паники уровень повышался на самом деле из-за того что но это последствия же и перепутали последствия когда бы все в тренажерном зале походили бы в панике как адреналин тоже последствия то есть то из за что он выстреливает из надпочечников это результат сигнала опасности который включает гипермобилизации к вопросу про стоматологию там же анестезия с адреналином как правило разбавляется и многие поняли наши пациенты они вспоминают физиологии нет о кажись началось потому что это раз действия именно со соотношения то есть как ты обозначил своей голове что это такое для себя и это обозначение из сигналов опасности что это плохо это приведет к каким-то если ты понимаешь что это адреналин да даже в стоматологии то ты не испугаешься это дискомфорт это проблема эмоции они проблемы сосудов но это проблема переживания они проблемы физической организм что не переживаний было куча будет еще куча и они никакой опасности в себе не несут давайте закончим на теме в сда и панической атаки мне кажется наши зрители уже все поняли от более чем компетентного человека и перейдем последние два вопроса по поводу она уже когнитина панической терапии два момента первый момент лично от моих от моей клиентки она вас очень уважает смотрится и любит передам она просила задать такой вопрос но мы с него так сформулировали да я пообещал что я вам его задам при первой возможности верование касающиеся религии с одной стороны когнитина терапевт не имеет права разубеждать человека в том что он верит в бога или в аллаха или в буду неважно мы не имеем права этического нападать на это если мы атеисты мы это понимаем с другой стороны если терапевт понимает что верование наказание свыше верование греха связанные с укр вот как диспутировать такие убеждения потому что у многих пациентов это верование из истории а все-таки вдруг меня накажут там под потом а вдруг и все-таки буду плохой а вот это все это очень тяжело в рамках рационального диспута философского диспута уж понятно что юмористического по стиле тоже не подойдет поэтому этот такой и на мой взгляд тут лично на мой взгляд что окр с религиозными вот этими нюансами лично для меня самое тяжелое потому что мне диспутировать когда особенно к это уперся если он уперся рогом вот в то что все вот я плохой меня накажут точно и никакие факты никакие аргументы не работают вот тут я перехожу к ответственности к вопросу выбора вот как вам кажется как человеку много лет работающим с в научно в науке иск с терапевтами с клиентами вот как вот подходить таким увеждением именно религиозным первое что вы правильно заметили что не компетенция психотерапевта решать за клиента адекватно его представление о мироздании например и выбор конфессии или выбор там в пользу атеизма что это личная ответственность и личный выбор каждого мы это рассматриваем такой позиции принятия мы принимаем этот выбор и не критикуем его как иррациональный это наше дело во что верить или не верить и дело клиента его полное право поэтому мы тут смотрим насколько это соответствует в психиатрии есть такое понятие преморбидо ну что до расстройства до заболевания было ли такое аутентичным верование для человека он принимал это большую часть жизни или вдруг на резких каких-то изменениях он резко поверил там потусторонние силы если он всю жизнь вот был таким религиозным то мы принимаем это как часть его личности это его личностный выбор это его сознательная позиция и мы ее не обсуждаем мы ее если он страдает принимаем он страдает обычно не из-за этого то есть тут возникает путаница то есть эти когнитивные искажения создает и накладываются рода и религии да то есть редкие виды мне сложно сейчас даже представить и сказать какое-то ну допустим какая то есть вот я все время приводил такой пример что возьмем человек который вот монах отшельник он очень религиозный он не страдает он в согласии да а вот другой лиги не предлагает страдать конечно проблема не в религии на это предлагают мысли страдать они говорят во первых а вдруг еще не случилось но уже такой посыл во вторых что идет не от там не знаю пастора какого-то наставника такая информация что ты должен мучиться или вот за это тебе будет такое-то наказание это домыслы самого человека и насколько они реалистичны такая внутренняя собственная религия получается то есть мне уже не важно что скажет там условно батюшка или там рыбы какой-нибудь наставник там в буддизме не имеет значения у меня своя концептуализация у меня своя идея у меня свои как бы отношения с богом к чему приводить таких пациентов потому что мы проверяем реализм как бы таким диспутом реалистическим откуда ты это знаешь бог спустился искал я тебя накажу ты увидел но это острый психоз в таком случае если ты с ним разговариваешь это невроз еще пока а если что он тебе отвечает он тоже психоз но это как такая психиатрическая шутка а так по сути это собственные правила они уже к религиозным никакого отношениями это не догма что такое оттенок религиозность это объяснение себе такого страх в sd на тему медицины но к медицине на еще отношения так и здесь на тему религии я просто приплетаю в своих вот этих рассуждениях которые полны когнитивных ошибок может им так удобно просто я вот так катастрофизирую его так вот смотрю на мир но чтобы себе объяснить я туда приплетаю религиозную не такой постулат религиозную в некотором смысле это такое но не то чтобы самооправдание это такая рационализация которая создает видимость системы доказательств поэтому здесь сложно биться с этой системой даже вот этим рациональным диском но прагматически мы можем спросить а что это тебе дает ты вот так полагаешь что тебе это дало за последнее время что это прямо сейчас и как-то предполагаю что дальше тебе это выдать у тебя есть надежда на успех что ты что-то реализуешь сможет вот тебе реальность вот тебе твой опыт он говорит на наоборот ты будешь проигрывать диспорт что тебе это дает что ты получаешь он может привести такой человек хотя бы чтобы он задумался ну да то есть первая часть что это ты сам сделал ну ладно бы ты сделала все что-то бы давал но вторая часть что это тебе ничего не дает поэтому мало того что это твоя внутренняя религия она к внешне имеет по касательное отношение но второе что она если была конструктивный помогающий там ободряющий тебя не за запрос само ограничение иногда даже сам разрушение ну и в завершении нашего интервью последний вопрос который я тоже видел слышал и скажем так для меня он не последний не проходящий вот я обещал что я задам его председателю ассоциации часто слышатся иногда от коллег разных направлений иногда в ютюбе социальных сетях что когнитинопоиденческая терапия почему-то у некоторых людей скептиков принято считать ее поверхностной когда сложилась такая вот история что вы можете как вы прокомментируете это как история в советское время американских фильмах я не смотрел но имею мнение что это вот такая чушь то есть знакомство поверхностное будет создавать ощущение поверхностности то есть также и с другими видами психотерапии если я критикую просто зная несколько там моментов я не вижу в этом системы поэтому я не вижу глубины их аргумент что ты дрессировка не глубже да может быть говорят о собаках павла выпускающую слюну а скинери с его ящиком и голубями возникал такое впечатление но это осадок как бы еще до военные даже после военной может быть частично за последние 30 лет когнитивно-поведенческая терапия проделала такую эволюцию что сейчас многие даже те которые специализируются на этом не знают некоторых видов терапии только вот на слух как-то угадывают что это кпт имеет отношения и они раскрывают настолько горизонта что охватывают уже вот мы обсуждаем там третью волну в кпт охватывают медитативные практики которым раньше вообще психологии относилась как к эзотерике как какой-то вообще не свойственной науке области теперь это научно доказыванные методы с очень серьезной клинической проработкой очень серьезными мета-анализами и там система ценностей и система отношений философии куда и философия начиная с элиса она очень глубоко прорвалась но теперь все дальше двигается в этом отношении психотерапии поэтому ну вот можно было брать интервью у слушателей нашего семинара которые тоже первый раз пришли открыли для себя кпт говорит ну мы думаем что это плоско ограничено редукция симптома не я думаю они еще будут много раз удивляться глубине и философии этого момента связанные с востоком и с логикой и с математикой и с дедукцией и с развитием интеллекта ведь мне кажется еще терапевт хорошо развивается который изучает когнитивной тиражей это такое непрерывное образование которые помогают эволюционировать специалисту и не только как профессионалы как личности расширять горизонты потому что так много смежных дисциплин поэтому говоря кпт можно говорить о фантастической глубине потому что это не только медицина этой психологии гораздо глубже чем во многих других направлениях это и даже философия очень глубокая не только как вот вы без нациальный где один вектор глубины но здесь еще многие вещи потягиваются это даже психолингвистика психосемантика это огромное количество там социология дисциплин которые буквально требует овладевания собой чтобы человек ориентировался в этих новых для него дисциплина там я будучи врачом вот с большим энтузиазмом открывал это для себя мои коллеги психологи открывают для себя тоже вот эти вещи смежные медицинские психологические философские социальные и глубина здесь сколько хватает сил на как бы не видно тут можно прогрессировать сколько у тебя есть энтузиазма это здорово и последний вопрос буквально вспомнил меня не простят если его не задам взрывают социальную почту с вопросом сколько мне потребуется занятий чтобы избавиться . я не вижу я вижу чека первый раз вот ему надо сказать точно сколько вешать граммах граммах это тоже традиционная так сказать головная боль для меня и для многих моих коллег вот знакомых аргументация надо посчитать деньгах сколько это понятная прагматическая позиция что мне хотя бы надо рассчитать и вот вяжусь в бой а там деньги иссякли и в общем мы на полпути остановимся какая-то доля тут прагматики существует да но по логике вещей но по факту к сожалению получается по-другому что здесь с одной стороны не хочется пугать клиентов потому что есть такая шутка профессионально что психотерапия как ремонт ее нельзя завершить можно только прекратить но при этом конечно будет своя динамика и свои успехи и если там человек пришел только за редукцией симптома ему кажется ну вот же это легко раз отрезал а то что его подпитывает огромная подводная часть айсберга где только верхушки и выступает симптом клиент даже не может пока осознать поэтому даже на процессы осознания требуется время я обычно говорю что вот работа ну как курс молодого бойца это как минимум 10 сеансов с одного сеанса мы не жаманы мы не там можно можно так сказать что можно по большому счету двигаться в деньгах и в количестве занятий по запросу то есть начало чек пришел с темы о том что не в sd и паническая атака 10 занятий вполне хватает чтобы чек понял что происходит с паникой как работать с паникой дальше он сам мне кажется поймет что оказывается под этим и он сам будет мотивирован вытащили что мы здесь и рассчитываем на осознание то есть приходит осознание того что эта проблема глубже чем казалось когда мы ее обсудили открылись вот эти вещи которые до этого игнорировались вытеснялись защитами разнообразным поэтому здесь эволюция самого клиента позволяет или пациента если медицинским языком будет позволяет ему понимать что это мы действительно нужно двигаться дальше и менять качество своей жизни то что даже убрав небольшую часть качества жизни все-таки будет меняться и вот это такой позитивный мотиватор на то чтобы менять следующую часть следующую то есть отвечая наверное коротко на этот вопрос то нужно начинать сначала вы работаете с симптоматикой а затем прислушиваясь к результатам и к себе вы сразу начинаете понимать что уже вы будете просить а можно я продолжу а можно еще то есть не вас будут говорить тебе надо еще 20 занятий тебе надо еще 100 до а ты сам будешь понимать что тебе хочется все глубже и глубже понимать что ты делаешь то есть это внутри это это вопрос больше мы можем тебе задать сколько ты захочешь заниматься а не сквозь можно ролями здесь меняться ну да это твой выбор продолжать остановиться удовольствоваться таким результатом или взять больше и двигаться дальше еще такой момент сразу отсюда вытекающий есть такая иллюзия вот я учился в институте психоанализа потом не начинал специализироваться на когнитивной терапии разные взгляды из психоанализа сложно выпрыгнуть вот и есть такие эмотивные направления терапии где действительно люди снимают стресс в кабинете и к чему это к тому что многие клиенты боятся не подсяду ли я на вечную иглу психотерапии вот мне лично нравится когнитивная терапия что и понимают по-своему да почему нельзя на нее подсесть ну вот вам если дорисовать вопрос почему нельзя подсесть на когнитивной терапии традиционная метафора очень известная что лучше дать не рыба удочку чтобы человек научился ловить эту рыбу это в некоторых случаях щедро кормят рыбой это очень приятно когда тебе приготовили дают вот в таком варианте но это зависимость тогда от того кто тебе выдает эту рыбу поэтому такая поддерживающая терапия она приятно как она по жизни да ну ты идешь дальше за этим в зависимости от этого а когнитивная терапия она обучаете как пользоваться удочкой хочешь лови хочешь иди опять там пытайся получить от кого-то и и но у тебя появляется возможность ты уже можешь жить независимо поэтому одна из таких традиционных шуток арона бека он был психоаналитиком он зарабатывал хорошие деньги и он сказал что вы знаете вот когда я начал заниматься когнитивной терапии когда я стал ее развивать и даже распространять я очень потерял в деньгах потому что люди стали автономными независимыми а страна жить своей жизнью пользоваться этим методом он приносил успех я это было гораздо короче чем до этого по моему опыту 15-20 занятий с клиентом вполне могут в среднем гарантировать очаг сам научиться управлять своими эмоциями и уже не доводя себя до срывов пиков принимать решение как вы к этим цифрам да это такие как раз среднестатистические варианты как донести до клиента то что он может использовать как это с ним опробовать чтобы он это начал уже использовать и как отшлифовать какие-то нюансы которые могут мешать многим покажется 15-20 это много но это 15-20 часов против там 30 лет оттачивания неэффективного невротического поведения спасибо вам большое спасибо большое это был дмитрий вечерков пак председатель ассоциации когнитина панической психотерапии увидимся с вами на канале невроза мегаполиса подписывайтесь ставьте лайки лайки комментируйте видео предлагайте свои темы увидимся пока